Продолжение следует... Я почитаю книги из книжки «Промежуточный финиш», которая вышла в Ростове в прошлом году, в 2009. Чтобы доказать, что он «Промежуточный», я почитаю те кусочки, которые после этого я записал. В городом храме Мельфомены я служил рабочим сцены. Слезы, клятвы и измены наблюдал с колосника. И с тех пор на эти сцены, клятвы, слезы и измены я взираю свысока. Ибо мы живем и сами, как герои в мелодраме, где среди живых ветвей день и ночь поет над нами бутафорский соловей. Душа, как считают ученые, размещена в правом, неречевом полушарии мозга. И слова для нее непонятны как азбука Морзе для христианина из Нигерии. Ярчайшая тишина окружает душу. Лишь в сентябре в горах бывает такое, когда рельеф на любая жилка. Высказать душу словами немыслимо так же, как затянуться губами до собственного затылка. Жизнь подобна наркотику. В том смысле, что из нее душа извлекает образы. Но при этом сердцевина предметов заполняется невыразимым светом. Тем самым, который из Шанхая переправляют в Нью-Йорк в виде морфия и героина. Риск, но зато парыж. Не повладив с этой реальностью, наркоман устремляется к лучшей. В силу вялости мыслей. Не сознавая лишь, что все его озарения в достаточно частный случай. Можно считать окончательно установленным, что одно повышает, имея с другим структурно довольно мало сходства. В правом бессистемно накиданы, как попало, образы и порывы. В левом упакованы, как домино, каркасы слов и понятий. Так уже строен мозг. А душу высказать хоть не кормить левым хочется. Поэзия — это висящий мозг, соединяющий правое полушарие с левым. Семьдесят второй Мне было двадцать три. Я жил как одержимый, в отчаянной тоске и радостном жару. Мне распирала грудь могучая пружина. Был мир, гремящий пир. И я на том пиру был самый главный гость. Все в пересказе грубо. Не воскрестишь страстей волшебную игру, Когда посланцы муж мне наполняли кубок и пилы за любовью, Знав, что не умру, пока не захочу. И не боялся смерти. Мне было двадцать три. Стоял ужасный зной. И розы в том году пылали, будто черти взрастили их в аду. И управляли мной Всеместность красоты, Всенепременность боли. Был все неизбежность боли, Всесилие дождя и воздуха и трав. И я был прав тогда перед самим собою, Как больше никогда уже не буду прав. Не властелин другим И не покорный данник. Я знал, что сам себе вполне принадлежу. И я был смел, И смел не избегать страданий. И так себя судил, Как больше не сужу. Я падал, Я взлетал, Я взыскивал открытие, И слово надо мной осуществляло власть. Мне было двадцать три. Я был тогда в зените. И жизнь, казалось мне, Лишь только началась. Лютер Хотел ли Виттенбергский богослов Такого потрясения основ, Какое вышло? Не хотел, наверное. Он полагал признанием своим Не сокрушить, А образумить Рим, Где алчное господство Лоскверда. И мог ли знать Сей маленький монах, Что век уже привстал на стременах, И конь под ним дрожит, Дрожит и ждет приказа? И разве он повинен, Наконец, В том состоянии мыслей и сердец, Когда стране необходима фраза? И мог ли он предвидеть наперед, Какое все это примет оборот, Предвидеть, так сказать, Опасность слева, Когда честолюбивый эмигрант Проявит свой недежинный талант, И Рим затмит жестокостью Женева? Неужто он в ответе за костры, За правила калевиновой игры, Своих идей смертельную изнанку, За то, что, избежав романских пут, Преследуют, пытают, гонят, жгут Свободу мысли, вечную берлянку, Эпоха реформации, Канон жестокой трансформации времен, Обычного кровавого похмелья, Истории вращающейся сон, Сквозь пляску дат и чахраду имен, К тоске глухой от грозного веселья. И все же был великим богослов, Когда изрях он светил и сырок, Готовый ко всему принял удача, Бог дал мне совесть, И она сильней, соборов, пап, Законовик князей, На том стою и не могу иначе. Так много раз уже произошло одно и то же. Ненависть и зло Рождаются из доблести и света. Кто виноват? Эпоха и земля, Борьба за власть, Безумцы у руля, Вопросы остаются без ответа. Листья уже погибли, Но в ягодах красных ветка. Память уже слабеет, Но вдруг озаряет сладко. Любые порывы реже, Но радость не то, что редко. Особенная удача, Особенная загадка. Когда поутру морозно, Уже протестует тело. Но если расправить плечи, Согреешься бесшабашно. Дело не в том, что поздно, А в том, что не в этом дело. Дело не в том, что страшно, А в том, что уже не страшно. Не бойся. Древние учили, Что смерть от нас отделена, И это остается в силе. Не будет нас, Где есть она. Эпикурьянцы знали черти, И мысли блеск, И фразы лоск, Пока мы есть, Не будет смерти. Какой отважный парадокс. Они учили жить по схеме, Дающей легкости размах, Во время войн, И эпидемий, И общей зыбкости в умах. Нельзя смотреть на вещи хмура, Давление, чувство в ушах, Жизнь, как прогулка эпикура, Осенний сад, Спокойный шаг. Последний взгляд на Англию. Последний взгляд на Англию. Фрагмент. Художник, думаю, известен мало. Форд Мэддокс Браун. Прямое журнало, Две пары глаз. И каждая впитала, Для нас незримый, Дорсет или Кен. Судьба всегда большой эксперимент. Запомнить старый свет. Пора настала, Довериться надежности штурвала. Есть в каждой популяции Процент не столь большой, Два-три, как утверждала статья ОГЭ. Кого предназначала Природа в ситуации Аврала. Им всякий день седьмой. Их ждет адвент. Последний взгляд, Чтоб жизнь не забывала, Свой горький, Формирующий момент. А ветер видно свеж. Да и волна Сулит опасный путь. Тревожным милем Счет начат. Что ж, Семфутовым подкидем. Последний взгляд на Англию. Хана. И от того, что смерть страшна, И от того, что жизни жалко, И от того, что из окна Такая осень, Ёлки-палки, Видна. И красная стена, И у стены Горячие галки. Мне нужен звук. Жужжа не прялки. Шум твоего беретена. Задним умом Каждый из нас силен. История, География, Всюду одна подлянка. Ткнешься в память, Острове счется и вон. Острове счется и вон, А вот страна Шри-Ланка. Встанешь, Прочешешь потылицу, Ну дела. Куда девались колонии, Вся их масса. Кто может сказать уверенно, Чем была или было Когда-то Буркина-Фаса. Область мира меняется. Имена Несутся вскач, Как буденовцы За командиром в Бурке. Та страна, В которой мы выросли, Не страна. Область еще ленинградская, А контора в Санкт-Петербурге. Отороп, Ну не отороп, На страх берет. Сколько в схеме метро Перемен напрасных. Стоит, Пануившись Лермонтов, Возле красных воронов. Парадоксальная жертва Падения красных. Тысячелетие кончилось, Но печаль Остается. И так настояно, Что можно язык запачкать. Где он? По 40 копеек Цивонский чай. В плотных таких, Кубических желтых пачках. Старая женщина Гладит большого кота. Кот наслаждается, Свешившись голову в навык. Если судить по событиям, То жизнь прожита, Но остается, Как твердо усвоенный навык. Снова апрель. Организм со средой в ладу. Холода нет, Но не ищешь спасительные тени. Женщина эта когда-то смеялась в саду, И для кого-то потом раздвигала колени. Старость не радость, Но много ли радости в том, Чтобы спрещить, Уставать, Оправляться от боли. Старая женщина С умным ленивым котом Дремлет на лавочке. Чаю согреть себе, что ли? Когда мы видим Моцарта в натуре, Не мертвого, Увитого легендой, Загадочно убитого посмертно, А вот такого, С мысленистым взглядом, И не в конзоле, А в простой футболке, Неряшливый, С бессмысленным рисунком, Он к нам выходит. И когда внимаем всем пошлостям, Всем плоским непотребствам Его речей, Когда мы ощущаем Его доброжелательство пустое, Которое похуже равнодушия, И глупой лжи по стыдную дешевку, Как нам не разделить Хоть на мгновение Салье и правоту его святую, Так улетай. Тем более билеты У Моцарта заказаны на утро, И нет, по сути, Никакой надежды на разговор.